Привет! Здесь вы узнаете, как можно быстро сделать простой генератор без особых вложений. За основу будем брать самый распространенный движок, который можно найти у себя в хозяйстве. Это обычный асинхронный двигатель. Вы мне можете спросить, ведь он как генератор работать не может. Ты крутишь, крутишь вал, а вольтов на мультиметре нет. На роторе нет ни электромагнитов, ни постоянных магнитов. И вы будете абсолютно правы, просто так генерировать электричество он не сможет. Ротор асинхронного двигателя имеет микроскопическое, так называемое, остаточное намагничивание. И вот с помощью этого остаточного намагничивания и конденсатора двигатель можно перевести в генераторный режим. И самое прекрасное то, что нам никак не нужно переделывать наш двигатель, просто правильно подключить конденсатор. Нам подойдет любой асинхронный двигатель, однофазный. Однофазный с тремя, четырьмя выводами. Это может быть и трехфазник, любой промышленный, вот какого-то станка. Это может быть заточной какой-то станок. Все будет работать. И как правильно все эти двигателя подключать, вы узнаете в этом видео. Для испытаний я собрал простейший стенд, который состоит из генератора, ременной передачи. И вместо первичного двигателя у меня тоже синхронный движок на 3000 оборотов 750 Вт. Во-первых, с электродвигателем проще проводить испытания в помещении. А во-вторых, у меня просто нет двигателя внутреннего сгорания. От этого суть не меняется, каким образом вы будете крутить генератор. Это может быть гидроэлектростанция, ветрогенератор, может быть бензиновый двигатель, турбовальный двигатель. Может быть вообще педалями будете его крутить. Это не важно. Приступим к подключению. Начнем с моего примера. У меня однофазный двигатель от стиральной машины мощностью 180 Вт. У меня четыре вывода. Четыре провода и какой за что отвечает вообще неизвестно. Для генератора нам нужно всего два провода. Это у нас провода, идущие из рабочей обмотки. Схематически однофазный двигатель выглядит очень просто. Две обмотки, одна пусковая, другая рабочая. Отметим их как красный и желтый цвет. Но какая из них кто, мы пока что не знаем. Для этого нам нужен мультиметр. Выбираем режим измерения сопротивления. Обычно в таких движках сопротивление не больше 50 Ом. Если вдруг у вас нет мультиметра, у меня есть видео, как это можно сделать с помощью лампочки. Ссылка на это видео будет в описании. Итак, берем первых два попавшихся провода и измеряем сопротивление. У меня получилось 10 Ом. Так и запишем. Желтая обмотка у нас будет сопротивлением 10 Ом. Измеряем два других провода. У нас получилось сопротивление 28 Ом. Запишем. Красная обмотка у нас получилась. Ну, пускай будет 30. Тут не важно. У вас может сопротивление немножко отличаться. Это не столь важно. У меня движок с четырью выводами. И поэтому обмотки между собой прозваниваться не будут. Так как между собой они никак не соединены. Это мы можем убедиться с помощью мультиметра. Он никак не будет реагировать. Итак, обмотка желтого цвета с наименьшим сопротивлением это у нас рабочая обмотка. А красного цвета с сопротивлением 30 Ом это у нас пусковая. Обмотка с наименьшим сопротивлением всегда у нас будет обозначать рабочую. Для генератора нам как раз таки нужна рабочая обмотка. А красную мы откладываем в сторону. Изолируем. Прячем ее, чтобы она не путалась под руками. И у нас остается два провода. Очень часто встречаются однофазные двигателя всего лишь с тремя выводами. Например, вот как изображено на картинке. Здесь все точно так же. Единственное отличие то, что между собой пусковая и рабочая обмотки соединены перемычкой. А наружу выходит уже три провода. Суть от этого не меняется. Так же самое ищем обмотку с наименьшим сопротивлением. К найденным двум проводам подключаем конденсатор. У нас выходит параллельное с катушкой соединение. Тут сразу же появляется справедливый вопрос. А какой вообще конденсатор нужен? Во-первых, это обязательно должен быть конденсатор для переменного тока. Если вы поставите сюда конденсатор постоянного тока, то произойдет хлопок. А емкость я лично подбирал опытным путем. Я бы с радостью поделился с вами волшебной формулой, в которую можно подставить три значения и получить нужную нам емкость. Но такой нет. Если это идеальная генераторная установка, то при разных режимах работы емкость должна тоже изменяться. Во время холостого хода одна емкость, во время максимальной нагрузки другая емкость. В зависимости от активной или реактивной составляющей нагрузки, емкость тоже может отличаться. Но у нас нет времени этим заниматься. Нам нужен генератор прямо здесь и сейчас. Поэтому вот есть табличка, по которой можно примерно прикинуть, какая нам нужна емкость. Я буду применять старые советские конденсаторы. Емкость одного 7 микрофарад. Рассчитанные они на напряжение до 600 вольт. Если у вас есть однофазный асинхронный двигатель, то с большой вероятностью у него в комплекте идёт тот же самый конденсатор. Больше половины однофазных асинхронных движков имеют у себя в комплекте конденсатор. Это могут быть стиральные машины, насосы, какие-нибудь станки. И при крайней необходимости их оттуда можно позаимствовать. Вот, например, мой движок чёрного цвета. Он раньше был в насосе. И у него тоже есть конденсатор на 10 микрофарад. Итак, по схеме у нас конденсатор подключен. Генератор у нас готов. Забыл рассказать про трёхфазные двигателя. Там всё ещё проще. Внутри находятся три обмотки. Нет никаких пусковых обмоток. Все три рабочие. У двигателя есть два типа соединения. Треугольник. И звезда. Сейчас рассмотрим треугольник. На нём можно нагрузить, например, только одну обмотку. Подключаем параллельно ей конденсатор. А можем нагрузить сразу три. Или же вот звезда. Мы можем подключить конденсаторы между фазами, хотя так не рекомендуют. Или тоже параллельно обмоткам. Схематически мы это всё рассмотрели. Давайте на практике. Вот найденные нами два провода из рабочей обмотки. К одному проводу нашего генератора подключаем один провод конденсатора. И ко второму проводу нашего генератора подключаем второй провод нашего конденсатора. Это параллельное соединение. Для того, чтобы запитать тройник от генератора, я взял вилку с проводом и подключил провода к тем самым двум проводам, идущим от генератора. А вилку воткнул в тройник. Теперь важное замечание. Чтобы двигатель вошел в режим генерации, его нужно разогнать до определенных оборотов. Чтобы получить нужную для нас частоту сети в 50 Гц, частота вращения нашего генератора должна быть примерно на 10% больше, чем раньше этот двигатель выдавал. Вот например на шильдике моего двигателя написано 1425 оборотов в минуту. К нему надо добавить 10%. Это примерно плюс 142 с половиной оборотов в минуту. К сожалению у меня нет первичного двигателя, который мог бы мне выдать нужные для меня обороты. Поэтому частота вращения генератора будет практически в 2 раза больше, чем нужно. Поэтому частота сети будет около 100 Гц и напряжение будет заметно выше 220 В. Поэтому то, что вы увидите на мультиметре, не пугайтесь. Пугайтесь! 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 Потом я подключил лампу мощностью 150 Вт. Режим генерации практически моментально сорвался. Это вы сразу поедините по звуку и потому что напряжение пропало. Генератор не держит нагрузку, поэтому я в параллель добавил еще один конденсатор на 7 микрофарад. Теперь по звуку сразу слышно, что мотору стало намного тяжелее крутить. В холостом режиме генератор скорее всего перегреется от такой емкости. Но если на генератор добавлять нагрузку, этот эффект исчезнет. Именно поэтому на более серьезных генераторных установках стоит несколько конденсаторных батарей, которые включаются постепенно при добавлении нагрузки. Вот эти вот скачки напряжения при пуске. Это все из-за недостаточной мощности первичного двигателя. Лампочка мощностью 150 Вт потребляет в несколько раз больше в момент пуска. КПД генератора 50-60%, поэтому эту нагрузку мы умножаем еще на 2. Именно из-за этого мотор мощностью 750 Вт при пуске 150 Вт лампочки начинает тормозиться. Музыка Музыка Тут я не до конца выкрутил регулятор мощности, это даже по просадке напряжения видно, но это уже не столь важно. Какие выводы можно сделать по этому генератору? Минимальные трудозатраты, минимальные вложения, и я уверен, что даже человек без знаний в электрике сможет это сделать. Особенно хорошо, если вы живете в частном секторе. Можно соорудить небольшой ветрогенератор или использовать какой-нибудь мотоблок, присоединив к нему несколько киловаттный асинхронный двигатель. Из недостатков, это к сожалению достаточно низкое качество электроэнергии. Стабильную частоту сети мы еще можем получить, но вот если на генераторе будет ощутимая для него нагрузка, будет неизбежная просадка напряжения, что может негативно сказаться на чувствительных приборах. Но для этой проблемы есть небольшой костыль. С помощью понижающего трансформатора и диодного моста можно заряжать аккумуляторы, а от аккумулятора уже запитывать нужные для нас приборы. В этом случае для нас не важна частота сети, а с помощью оборотов можно регулировать напряжение. Если есть какие-то вопросы или замечания, пишите в комментарии, оцените видео лайком и подпиской. Спасибо большое за просмотр, до встречи! Спасибо! Спасибо!